Я физик-ядерщик в Институте физики высоких энергий и ядерной физики Национального научного центра Харьковский физико-технический институт. И наша команда ученых занималась обработкой данных с Большого дронного коллайдера. Повестка, и я прибыл в Десну, и там нужно было уже строить эффективную команду, уже не физиковую, не компьютерную, а военную. Та армия, которая перед этим предусматривала то, что командир отдает приказ, четко выполняется команда, но это предусматривает, что у командира вся полнота информации. Как правило, люди на местах в боевой какой-то ситуации, может быть, лучше видят. Более того, мне как командиру, может, не хватало опыта. Я был самым, может быть, демократичным командиром, я вовлекал в процесс приенятия решений весь коллектив. Мы попали в боевую часть 93-я Крымой мотострелковой бригады, и я был придан в взвод зенитчиков. А 3 мая мы уже выдвинулись в Доброполе. И оттуда мы переставлялись блоками, блокпостами, прошли всю Донецкую область с севера-запада, вплоть до Донецкого аэропорта. И 5 августа мы уже с капитаном Колодием завели колонну бронетехники в Донецкий аэропорт. 72 или 79-й, я не могу сейчас вспомнить, зенитчики. И мы их поменяли. Они простояли полтора месяца или два месяца даже к тому времени. С начала июня и Кировоградский спецназ. И вот у нас, получается, это мотострелки, противотанкисты, минометчики. И вот мои зенитчики стояли практически во всех частях. Две недели это было такое довольно сложное время, когда ты понимал, что не хватает техники. Я даже звонил в штабы АТО и в приемные президента. С одной стороны, ребята просили ротации. Шесть месяцев в АТО и два месяца в Донецком аэропорту привели к тому, что у них накопилась эмоциональная усталость, физическая. Ну и вот разумная ротация, которая наблюдалась, например, в правом секторе, когда подразделение заходило на 7-8, на 10 дней, потом свои же их ротировали, заставила меня так бить в какой-то мере колокола. Мне казалось, что 5-6 танков, которые дополнительно могли бы быть добавлены в Донецкий аэропорт, усилили бы позицию и тем самым не провоцировали бы нападение 2-3 танков ДНР. Ну и плюс, мне казалось, что плюс 100 человек к тому контингенту, который там находился, позволило бы ребятам восстанавливаться и нести более кратковременные часы боевого дежурства. Я ребятам показывал тогда рисунки детей, и поверьте, они оказывали на них буквально волшебное воздействие, потому что когда солдат говорит, что мне тяжело, вот когда, что у нас, зачем мы здесь стоим, где приказ либо наступать, либо усиливать, тогда смотрим рисунок ребенка, и вот он дает ответ на этот сложный вопрос, показывает в этом рисунке тут же летящие снаряды, горящие там танки, и тут же рядышком, а вот такой дом я хочу построить, вот такой вот я вижу свое будущее, и вот ради этого будущего мы здесь стоим. Мне показалось, что моя задача попытаться минимизировать количество жертв со всех сторон. Если есть возможность не стрелять в оппонента, ну и не стреляй, стреляй в ногу, не допускай летального исхода. Я ребятам говорил, если мирный житель, он ведет себя неадекватно, выстрел вверх, выстрел перед ним в землю. Провокационный выстрел оттуда установки ГРАД приводит к тому, что мы стреляем, пытаясь поразить эту огневую точку. И не исключено, что снаряд там попадет в мирного жителя. Но это подлая тактика, когда российские подразделения стреляют из-за спин украинцев. Об этом нужно тоже обсуждать, это нужно проговаривать с бойцами и противодействовать, находить эффективную стратегию. Стреляешь в ответ, да, но при этом стреляй точно, максимально близко туда, откуда выстрел, а не просто поливая целую. Но мои ребята в этом смысле меня порадовали тем, что они ответственно относились к этому. И вышли мы оттуда в ночь 4 октября.